Газовая плита подобна проводному телефону. Некоторые уже и забыли, что такое готовить на огне. Но только не те, кто живет в старом фонде, где до сих пор сохранилось газовое оборудование. Жить с ним не так просто. Оно требует постоянной профилактики и знания мер безопасности. Чтобы не травил газ, где ручка, там нельзя, чтобы травила. И где кран перекрывать. У нас газовое, приходят люди с газовой конторой каждые полгода. Я очень доволен. У кого оборудование старое, то надо в три месяца раз проверять. Все время смотрим, проверяем. Моем плиту, чтобы не грязная была. Все. Порядок полностью. Перекрываю, когда ухожу на работу, да и все. Проверять почаще на запах газа. Это первое. Всегда форточку держать на кухне открытой. Подносить в начале огонь. Если это другое что-то, не спичка, то зажигалка, искра, потом только газ. Но даже если жильцы точно знают, как следить за газовым оборудованием, помимо правил безопасности, его регулярно необходимо проверять специалистам. Для этого просто нужно заключить со своей управляющей компанией такой договор. К сожалению, не все видновчане пользуются этой услугой. Такая безалаберность. Думаем, что все-таки мы сможем сами регулировать. В прошлом году предложили, по-моему, 60 тысяч. Я что-то подумала, думаю, да зачем мне это надо. А сейчас уже думаю, наверное, надо таки заключить. Последствия от использования неисправного газового оборудования страшны. И чтобы избежать трагедий, стоит серьезнее к нему относиться и доверять профилактику профессионалам. Юлия Погосян, Константин Брилов, Елена Кошелева. Видное ТВ.